Так, какой-то лобби, кстати, новое, смотрю, интерфейс в этом патче. Спасибо всем за поддержку, пацаны, за внимание, погнали! Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну всё, у меня уже стартует игра, у вас через 20-30 секунд начнётся стрим, может, 40. Вот, поехали, короче. Чё, в Нексус сыграть, что ли, мне надо? Вы думаете? Я хз, чё вы там думаете? Я думаю, что надо. Карта гигантская, терраса, я думаю, не очень сильная, поэтому... Я думаю, на изичах можно с ней Нексус играть, что называется. Я думаю, что... Продолжение следует... 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 Так, кроме аккаунта, я не помню евро, ау, все вспомнил. Так, кроме аккаунта, я не помню. Так, кроме аккаунта, я не помню. Так, короче, он говорит, типа, гоу я осознам, ну давайте. Странно, репку загрузил, вообще должно было по автомату быть. Поехали, против тирана, абисел риф, глубоководный риф у нас, карта такая интересная. Поехали. Здесь можно проксинуть его в стиле, как я касса проксил, с грелочками, например. Или с оракулом, а потом с грелочками. Так, кроме аккаунта, я не помню. Продолжение следует... 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 какашка вышел в рот 32 да какашка за первый тур не получит поощрения а с нам шаром будет тяжело вот в чем прикол кто такой какашка без понятия вообще какашка какашоныш так у королевы на маню и здесь 3627 парабам эволюшн на рампе только один еще два крипту морозить еще королевы стат пили здесь криптума один сюда идет здесь крип будет с мейна сюда можно и попер в этом направлении его и мейн будет например весь крипе либо вот этим чик-чик по периметру можно обнести все а почему бы и нет так здесь гелики плюс 2d кофе у control supply блок словил жесткий а циклона гелики здесь стиль кстати интересный что-то там марик выходит овер и крошат сейчас циклончик первый сейчас будет готов еще циклоны гелик строится это из-за supply блок кривой продакшн в итоге блин один все циклон построился ловер минус 14 собак строится еще одна дефуха уже открыт 77 полиамиду 32 боевого у контрола 30 чем-то у как вы видите у изи финал месяца не в программе но это неправильно потому что он главнее всех этих туриков то надо чтоб в программе был так все надо вперед ехать видит изи прекрасно что здесь происходит роучи вообще у него нету заходят гелики становятся сейчас холбатами мощными циклончики пытаются пытается пройти контрол внутрь к изи сейчас проходит королев реально много циклонов пытается отвести контрол назад циклонов отводят назад хватит ли холбатов здесь затанчить очень много королев куда там контрол врывается то дальше не понимаю линги новые новые выходят гелики новые новые подъезжают королевы живые практически все вот кривая позиция выведи холбатов вперед просто сразу и все замечательно было в итоге контрол здесь не получилось ему продавить а здесь даже роучи не было же самое интересное ну камни пробивать тоже не вариант три брони против циклонов слишком сильно решают и в итоге не получилось ну не удалось сегодня не удалось говорит контрол уходит назад строят еще рабочих плюс две факторки газ так здесь гелики все еще едет сканов нет ну по крипу глупо не то что глупо по крипу опасно ездить я бы сказал глупо не глупо ситуация покажет нам дальнейшее развитие совы здесь циклончик один упал стенки не что ли вот до опасность в итоге это за решала минут все циклоне просто изи сделал пугать нюкс и тигры криво делаются здесь торчики плюс один мех играет контрол если в начале побольше сделал бы циклонами вот ухе хрень писала что можно исключать со счетом курсе где описал то на турнире или где вообще так полетели мульчанские сейчас три штучки у контрола на вторую ну по лимиту уровень идет почти пять факторей сейчас нужно туреток заказать чуть побольше чтоб мутка не нашатала а мутка есть сюда 6 день вообще летают по катушке и в рейндж выходит изи вообще думал против био играет похоже вот здесь сделать стенку туретку до эпохи не забывать строить где они вот они три пошли еще здесь одна экстра сопла не мешало бы кинуть вообще ничего не строится блин есть ведь между прочим энергия на экстра сопла зря контрол это да у него мулов останется больше ну блин факторки сейчас не работают в данный момент сейчас лимит сразу подскочит просто одна даже факта до сих пор не работает что самое интересное грейды атак первое готово первое броня делает контрол приезжает контролить клип вот минус миллионов четыре штуки по моему из шести не надо так делать контролу это точно синее пламя делает второе арморе четвертое цср все сюда едет и едет так танки колбата танки гелиона все строится 41 49 по лимиту 2 эпохи плюсом пошло 2 2 атака заказано 2 1 уже грейды делаются визе 2 2 уже делается кстати и раньше будет 10 свар хостов кстати изи то смотрите ну все четко делает пятая хата нравится мне как он делает до него около достаточно таки посмотрим что сейчас вам хосты с контрол будут сидеть вам хосты конечно их тяжело будет отбивать заказывает 2 2 грейды делаются это великолепно конечно но сейчас начнут вот эти лететь так гелик приезжает минус гелик сразу только колеса наверх полетели вот оно полетело ну и свар хосты подходят на своей гигантской скорости ко второй базе сейчас отсюда будет приплод и полетит все на мейн туда к контролу здесь он выходит вперед так камни пробивает в это время изи контрол видит это прекрасно танки сиджется ээээ доставай достаёт же до реваджер пошла атака локустов сейчас варм хосты прикладят нужно вперед идти быстрее на второй базе очень сейчас больно контролу будет так пару локустов тройку в воздухе туретки успеваю сбить но этого явно недостаточно чтоб нормально биться цикло выпиливает грейд второй на атаку контролу изи в минус которая почти доделалась броня только осталась она уже был почти готов этот апгрейд сидеть контролу сейчас не стоит на самом деле потому что иначе пройдет и дожмет его в итоге с варм хостами я думаю здесь вот контакт идет на ладере култси там ну култси был сблая что-то давно у него прибегает сблая если честно не знаю вообще он неадекватно последнее время себя ведет если честно ну типа как золотой молодежи я почувствовал что там все можно ему не знаю в чем там дело если честно но глуповато выглядит так идет на оклике контрол вперед изи пытается держаться фаерболит тора в танке циклона идут вперед тора идут вперед танчиков снисидживает сзади локус то заход 70 на 180 победа это изи сто процентов ребята посмотрите на лимиты 66 на 200 2 от сручу заказано култси Лермонтов и не цитировал ну ты уверен может быть это он в этих рэперах увидел которые мамки там привет то передает кто чью чей мамки больше привет передаст ладно шутки шутками а 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 так аверс какашку нам шара ждет аверс нам шара будет интересно димага с винсентом а что браток браток джуманджи проиграл я не знаю кто такой джуманджи но браток ему проиграл как так спросите вы а я вам скажу спрашивайте не у меня черт побери я не знаю как так братка не увидим а Минатыч с хашем. Ну что же, minat.h это интересно очень даже. Интерфейс поменялся, кстати, на воловский похож такой текст, стал шрифт. Мне нравится. Ну а я вас, скажи, всех приветствую. Сегодня у нас был долгий очень стрим из турнира по названию Tink, потому что бо-5 в каждой группе было, вот, и в каждой матч в группе. Спасибо. 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 Ну что, один, ребятки, хаш minat.h, кореец хаш против нашего minat.h, opa, minat.h в своём репертуаре сердечки нам здесь рисует, но неплохо, неплохо. Так, не надо срать, что взводить. Что-то достал уже. Ну, ладно, забаню пока по знакомству, пока до конца стрима забаню, блин. Ну, сын про уже задолбал, мам-мамка вот этим приветами, короче. Потом надолго выпили, чтобы уже и глаза не мозоли, ну, просто он не хочет человек адекватно себя вести. Хоть убей. Так, minat и что? minat вторую хату раскачивает. Здесь у нас, здесь у нас nexus первый, между прочим, был. Халявно очень играет. Так, не надо банить Максима, он ничего не делал. На самом деле, вот, никто никого не оскорблял, я здесь среди теней. Я вижу, что Максим писал только что, кул фигла писал, что-то там. Ты куда-то не туда, Юр, посмотрел, походу. Хотя это не особо важная информация, но она бану не подлежит всё-таки. Так, гейт роба у нас дома. Так, то есть это масса, это не масса, это Архона Харас вообще. Разработка завершена. Так, а где оскорблял? А, глинамес это что? Ну, так как кул фигла оскорблял Блайя, было это отношение кул фигла, ну, я поэтому это не счёл оскорблениями. Ну, так-то да, конечно. Я думаю, отделаемся баном кул фигла до конца стрима и предупреждением. Вот, короче, Максиму. Надолго выпиливать не буду, но не надо в чате флудить вообще об этом. Кому там кул фигде оскорблял, я его выпиливу в любом случае, как бы если он хрень писать будет, как и всех остальных. Так, здесь хаж идёт харасить. Линго Бэйлинги у кул... Блин, у кул сейчас кул тип приедаться начнёт. Ну, конечно же, у Мината линго Бэйлинга. Коготь делается? Делается лэйр, блин! Я хочу увидеть гидра Линго Бэйна пуши. Я уверен, что сейчас они вернутся в моду. Ведь у Гидры на 10 хп больше стало. Четвёртую хату делают уже. Миначи, 13 дронов заказывают. Так, точки сбора куда? На вторую, на мэй, на третью. На третью ещё нету. А, ну вторая в кармане. Точнее, это не вторая, это третья была по номеру постановки база. Вот. Ну, нормально ещё, нормально. Так, говядина. Фрайер уже давно, давно я говорил. Нет, ты, Юр, не путаешь, ну... Короче, ладно. Разбань-то окулти, разбань всех. Пусть здесь сидят. Кто будет оскорблять, ещё того выпиливай. Вот и всё тогда. Я думаю, так надо порешать этот вопрос. Пуш идёт. 98, 107 по лень... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гидро не успевает пойти. Минатыч. Пёс хаш идёт. Пуш. Почему? Да он потому что на евро играет. Ему на евро-то тяжело биться. Всё-таки скорее. Вот он и идёт. Пуш в итоге. Леньги сливаются. Восемь гидралов, кажется, совсем здесь недостаточно, чтобы отбить в такой гигантский выход. Гидроден сейчас будет уничтожен. Собаки выходят. Надо дронов брать в атаку. Гидра выходит. Сливается. Снизу дроны поехали. Сверху дроны поехали. Гидралов много. Это минус Мината. К сожалению, ГГГЛ пишет. Мината. Брly. Но зато. Мината. Приятного. Пусть зима. Выпустите, конечно, в подруге. Урая. Ох. Супор с римом. Пусть. Брly. Ох. Всё. Чё там? Где там кути? Сейчас прям вот это. Супор с римома. фрайер он зубной техник короче говоря у него отца там в крыму все в симферополе вроде как своя клиника зубная женился он точно вот и все starcraft не играем кто клеве подъедал в плечо толкнул кто-то реву я помню было дело фрайер а под дых я не знаю его сам себе под дых дает регулярно своим поведением кожа к его остальном все нормально так деги с хашем аверс нам шаром это все еще бу 1 да вот следующая стадия уже вот три будет кстати говоря кулси кстати в нее скорее всего выйдет почему какой-то марик там не знаю кто такой марик вообще дальше уже будет серьезно игроке и у димага тоже идет оппонента тут тем временем рипер у аверса рипер цеха здесь под пристройку под реактор будет место здесь до пушечка и стенка соответственно кстати помню кто-то рассказывал про то что бэйс бывает стенка где бэйна не три здания дэмэджет а два здания дэмэджет вот у аверса именно такая стенка есть если вырываться взрываться вот сюда вот в этот барак по центру только реактора депоха будет погибать если сюда в реактор то вот это депоха и реактор только ну третий барак получается да у нас скорее ну он тоже дэмэдж получается 3-3 как бы но так две депошки с двух сторон погибают если стандартная стенка да как бы с бараком здесь барак просто взрываешься и все здесь от реактора вот от этого хотя если вот отсюда целенаправленно зайти может быть и обоим депошкам будет прилетать не знаю какой момент меня заинтересовал просто она отличается от стенки где барак чистых стенки ставили для получает поумнело стал более спокойно но будем надеяться что так лучше быть более спокойным потому что я тоже чуть пригораю последнее время непонятно как будто на корову играю например в играх хочу пригорать ру мертвы как бы даже не тренируюсь вообще просто просто приду игру сыграю все кого тут так можно выиграть только не в starcraft да не в любую игру короче ребят троуч ворон в любую где хоть какая-то киберспортивная составляющая есть где трениться нужно и уровень повышается цеха 3 аверса ванша с инвизом гелики то есть это мех от явленной так банша на мэн залетает порки тут шпиль как бы готов карасу получается у нас аверс не готов к спорке черт побери ванше 32 хп что теперь этой баншой делаешь нихрена практически и не сделаешь такой дэмэджиный там шпиль еще одна банша факторки добавлять с оверси все прекрасно и надо викинга добавлять надо билд делать с викингом сейчас тирана я замечаю сейчас так играет это решает нафиг позволять овером вообще тем более у них даже мува нету этого овера нафиг им позволять все так видеть досконально закажи ты викинга с инвизом потом банша 1 но будет у тебя не две одна банша к определенному времени зато с инвизом будет она и это важный момент так аверс уходит баншой по-моему а что здесь ничего не сделаешь два тора пошло какие торы викинг нужен ё-моё как долго аверс викинга выходит здесь great надо срочно на технику заказывать медлится всеми этими параметрами аверс выходить уже в вентилятор и течение внешнего пущей в лопасти усиленная получается ну тор вышел поменяя атаку на крупнокалиберное орудие но тут викинг уже вышел пофиг на крупнокалиберное орудие здесь плэшом торы тоже прогонит понимает прекрасно нам шар что здесь мех падает один оверс часа 2 упадет торы с баншами дома висят пока что ничего не сделаешь плюс 100 батов три штуки как бы с лингами здесь очень много собак надо роучей тоже есть чем законтрить если столько их не гигантская пачка бы забегала да есть атака на воздух и второй шпиль пошел выход в караторов получается будет так мутка прилетает харасис мутка харасис газ вычинить надо вычинивает газ аверс направляет туда рабочих этот видимо р чинить и через шифт него дочинит сразу в газ полезет добывать в это время викинг прилетает там шатает можно викинга отдать на самом деле нет просто вычинил и все пострелял по королевам и улетает таверс домой он понимает что что мутка на карте где-то летает и могут найти банши так знам шар не заметил сейчас банши а мог бы и заметить ведь на самом деле здесь еще один уверсир все это смог до особо негде именно шатать тут нужно уже 45 банши строй делать и видите усиленные лопасти то есть скорость передвижения и лететь например на мэнему скорку выбил там все убил амшар по чуть-чуть пора ставился газ то там то здесь аверс делает какой-то интересного тайминга выход на 140 лимитов кстати не опасен ли такой тайминг не он выглядит очень опасным по мне кажется очень опасным танчиков всего пять штук на амшар идет вперед блин у таверс ставит танки так поздно то есть когда ты идешь особенно лимитом до 200 особенно и даже 200 лимитом ты идешь на зерга вперед вот тогда изволь контролить свою авер армию очень очень четко очень точно в чем это заключать должно в том что танки заранее нужно по одному хотя бы в сич ставить а то так зерга подлавливает просто и все прирост мутка выбивает викинги справиться не могут так здесь аверс пытается агрить нам шара вот эти три вперед надо вести теперь танчика прям вперед пошел да пошел прям вперед либераторы сич поздновато в итоге банши конечно крошит но разменялся аверс такое ощущение у меня очень даже неплохо здесь судя по лимиту поначалу казалось потом я смотрю не так вот все хорошо лаверса банши тоже все сольются в это время либератор понапрягал дальнюю базу ну лимит кстати нормальный четыре рабочих на халяву 4 даже вот этого последнего уже погиб либератор но выстрел достиг своей цели так туреточка на выходе тор 1 готов 2 строится 4 цех полетела там туретка также заказано чё гелики то туда-сюда ездит сам под муту приехал 2 армори надо блять 30 цехи работают где 2 армори не пойму так 2 атака как на мутку бой на тура будет готова так он вообще нормально будет муть его давать здесь пошли ё-моё 2 шпиль 2 шпиля работает 2 2 на воздух 2 2 армжа выиграет и очень много ресурсов нам шара здесь напрягать пытается аверсу газ ага саверсу нужен позарез потому что очень много давайте в 2017 под муту могут выкидывать но я думал труба шагал что это такое аверс ты чё но аверс это не услышит и столько игра не закончится в течение одной минуты когда он придет на стрим и услышит но она не закончится в течение одной минуты это хорошо потому что в пользу аверсу она точно выиграющего мер течение одной минуты не закончилось столько только бы оппонента выкинула бы нафиг из игры месторождение минералов выработано хорошую терминологию всякую дурацкую использовать 19 муталецков ничоси мутка решил смотрите нам шар решил аверсу мутку убить это очень интересно почему да потому что на самом-то так пытается реводжера поймать это очень интересно так сразу нам шар в размен идет аверс этого и не видит просто в спину зашел сейчас просто и все один танк здесь есть депо культ успел его поднять там больше дэм уже нанес циклонщик выходит первый аверс разворачивается мута на 2-2 грейдах и будет очень прям много там реально есть так здесь торт два тора плюс танк депоки закрывается либератор разложен фаербулл и непонятно куда но здесь аверс хорошо так все нам шар убивает прямо я бы сказал нужно открывать и выходить ну 4 тора кстати с 2-1 грейдами они неплохо заходят ну но не против тридцати двух муталисков а сейчас будет их тридцать девять уже пуши даже 42 муталиска будет сейчас аверс идет вперед неаккуратно здесь мутку залетает зал хорошая но magic box это в общем-то сплит муталиска не хватает явно торов ну против magic box против 2-2 грейдов муталисков ребят нужно торов штук восемь против такой пачки жесткой и то неплохо что умеют ну если в стеках не собрать конечно жестко так есть гост есть викинги аверс и вступает литву крошек куретку надо вычинимать было бы пытаться гг пишет аверс действительно гг расканял посмотрел что там есть не спалил свечу аверс сейчас спалил вас вещь сетей показываются никнейм а как блин ты зарядился они как никнейм твой что за чушь так браток кладер катает димага уже в игре блин с джуманджи а что же культи у нас и где он в общем уприски канину убил культи вару им седьмой группе уже играет культи давным давно не видели тем более и а и Продолжение следует... Так. Дохожу в игру. Поехали, короче. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, риски против Кул Ти, это Бу Три уже. Так, победитель, кстати, на кого? Опа, победитель выходит на Дима Гуджуманджи, победитель. Самое интересное. Ну что же. Ну, двойне интересно-то. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, зелок строится, ребятки, у Кул Си. Стенка, кстати, хорошая у Кул Си. Надо, наверное, такую стенку делать. Мне нравится вот такой вид стеночки. Пилон просто вплотную к камням, либо сюда ставишь, потом гейт, и... Вот вам, пожалуйста, стенка. Строится рабочий, КПМ у Кул Си. Полезный, смотрите, 145 на 29 пульту Зерга, но... Общий у Кул Си выше 380, средний, ничего себе. Ну, посмотрим, у кого этот полезный будет полезнее в итоге. Старгейт здесь. 17 дронов на мэй. Риски в последнее время тоже неплох. Охун ГМЛ, он... Убил он этого... Кого там, кстати, убил? Канина, Канина Зерга, мне просто убить. Канина Мех Тиран. Рой. Так, с Оракул строится. Плюс 2 гейта, 3 гейта Окул Си будет. Парабам вообще вровень с Зергом идет. То есть, пробок строят очень четко. Еще один Оракул, потому что... Ну, в плане макро Кул Си всегда хорош на самом деле был. И третий Нексус уже почти готов, чего я даже и не вижу, если честно. Вот сейчас только, видишь, пилон Зилок здесь интересно стоит. Полетает Оракул, Кути пытается, хочет что-то спалить. Так, здесь дрон спорку превратился. Нечего, нечего, Кути здесь спалить. Надо отключать атаку, что он и делает. Это за Регенис, Оракул, все, 18 хпшечек он потерял. И станет практически новенький. И двумя Оракулами уже можно тут на третью ворваться. Даже под споркой там 3-4 дрона спокойно забрать можно. Пробочки переводятся на третий Нексус. Форжа делается и роботикс. Бустится Старгейт у Кул Си. И строятся, строятся, строятся юниты. Минусор, Твайлайт пошел. Твайлайт форжа, буст форжу. Здесь у нас что-то залетает. Залетают Ораклики. Твайлайт форжа, бутерброд. 67 пробок на 65 дронов в пользу Кул-Ти. Здесь четвертая хата готова, она вообще пока не раскачена плюс один чардж, эморклы архивы темпларов, стадистные ловушки Кул-Ти ставят там по разным направлениям сейчас. Ну в первую очередь я думаю где-то здесь надо вот ставить плюс вот на этом направлении где ни одной ни фотонки, ничего вообще нету у Кул-Ти попытался риски выманить нормально в Кул-Ти, ничего в стенке нет, вообще ничего нету. На мейне вот здесь пилона нету, здесь вот Овер залететь может, Ниду запилить здесь Кул-Ти даже не заметит стенку надо закрывать всегда, пару фотоночек имеет место необходимость имеет место быть поставить пару фотоночек вот здесь вот на всякий случай. На Кул-Ти этого не делает Шторм попер, Гитов 6 здесь, на второй 3 здесь, 9 в общей сложности, один еще не открытся еще. И тут оказывается спускается Кул-Ти. Бейлингов сейчас обнаружил. Он как-то видел этих Бейлингов, как он видел, я не знаю Так, ревелейшн постоянно идут. А, линги может под ревелейшном линги судя во всему сюда прибежали Я этот момент просто не заметил, если честно Еще пачка лингов хороших забегает такая. Муталиски делаются. Че они здесь бегают собаки эти? Тем временем, че там? Демага побеждает все временем На мейн Кул-Ти. Мутка залетает. Хорошо Кул-Ти, что Фатунку поставил. Да, рабочий срок погибнут, но шанс отбиться хороший есть Так, здесь Уверсир прилетает. С бейлингами пытается харасить Кул-Ти сейчас его оппонент Мутка Уверчажа нужно ставить Кул-Ти реагирует. Тут Уверчаж хороший можно поставить. Где же Уверчажик? Вот Мазеркор Поздно, как Кул-Ти поставил Уверчаж Это чертов Здесь пытается расшатать его Но оппонент его. Ё-моё, здесь собак забежала на вторую пачку Такая неслабая Заходят линги вперед Надо закрыть рамку обязательно Не поможет пока прогрызть зерк Кул-Ти сейчас Пилончик уничтожен Но надо восстановить пилон На четвертый Нексус врыв идет Ё-моё, хорошую пачку сейчас собак заблочила Здесь очередное забегание Но Кул-Ти успел стенку блокануть Хорошие штормы пошли по бейнам Всех спалило сейчас Пока Кул-Ти держится Хоть по лимиту он и проседает Так, бейлингов заходят еще Два филда со стороны Кул-Ти Собак сейчас окружит часть Забреет моментально практически Вейнов почти не осталось 153 стоит Опять не заблочено Ну сколько можно рампу-то не блочить Сюда зелков Варп чего-нибудь надо делать Так, два зелка Фатонка хорошо Кстати, что она так стоит Ее тяжело атаковать сейчас Зелки идут, нападают на собак Фатоночка дэмэдж наносит Постоянно и очень неплохой В это время зелки харасят мейн Ну вот Кул-Ти такой безадептовый стиль играет Сразу видно, что в лотов он, да, как бы Не сильно много играл Почему? Да потому что лотов без адептов Многие вообще не представляют Хорошо, что штурмовики не взорвали Сейчас на бейнах Призма разгружается Зелки варпятся новые Только в семени в коем случае вперед Прыгать нельзя Штурмы хороши Но до того момента все было хорошо Вот эти бейлинги взорвались Но 134 на 132 Похоже, что Кул-Ти здесь пробревают Смотрите, две атаки есть Четыре архона в миксе Хотя не бейлингов Что-то много Но бейлинги зашли в архонов Два из них выжили В это время еще на три архона Псиштурмовиков наварпил И Кул-Ти уже больше лимита Хорош риски Ну смотрите-ка Я сказал, что Кул-Ти бы чуть-чуть Подтянуть игру Дома от харассов отбиваться Там штурмовичков расставить Он вообще уже неплох Очень даже Я бы сказал Кул-Ти и Димага Может быть матч Это было бы интересно Очень даже Продолжение следует... Одна четвертая Чего не начинаю? Пока не начинаю От риски Инвайт Респект ему Кул-Ти Чего-то пока не Инвайт А вот Уже он здесь Здесь показывают Что вообще Не здесь Кул-Ти Что Афк шнул А Что-то Какой-то Бак Лак Афк шел Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, не эксус первый, а кулцы на этой карте решение абсолютно верное, мое мнение. И гейт пошел, да, гейт из кибернетка врулит. Так, ну пока на минералы рабочих кулцы направил, всех 19 уже пробочек выбывает. Перевести надо, конечно, до рабов. Гроб и кибернетчику тоже нужно помнить, естественно. Пробок заказан в прок там у кулцы. Одну надо отменить было, что он и сделал, чтобы кибернетку заказал, отменил. Здесь 16 пробок. Все, на вторую надо вести уже всех остальных пробочек, что кулцы и делает. Здесь зилок, все в порядке. Скорость собакам у риски, хат вторую раскачивает. Здесь вот три пробки, здесь одна. Нужно такие моменты законтроливать, безусловно, чтобы все было идеально, да, как бы в начале. Потому что ничего сейчас не происходит вообще. То есть ничего, ну тут зилок выйдет, сейчас на холк, на рампу поставят и все кулцы. Пробок-то кто? Вот они начинают что-то ездить. Вот сами, кстати, распределились, потому что Stargate заказал вот одну из трех пробок кулцы. Ну что же, сами, сама приехала. Иногда все-таки и искусственные, это тут элементы искусственного интеллекта, я бы сказал, в Старкрафте. Полезно все-таки. Скорость овером. Делается здесь сталкер кулцы. Ну, оракул и выход во что-то еще будет. Третий нету, соответственно, что дальше, я не знаю. Может быть даже какую-то... Ну хотя армаду я никогда нет кулцы не видел, ни в холкцы никогда. Навряд ли он что-то будет отыгрывать. Хотя сейчас она популярна и может быть кулцы даже что-то такое сыграет. Ну а ракул устроится, овер со скоростью уже. Здесь овер залетает, Stargate спалил риски. Не надо запариваться на это овер, он улетит в любом случае. Надо отогнать его, единственное. Вот он в наглую зависит, еще он зависит. Ну, в Нексус второй пулцы стоит, ну, сталкером, зелком вниз спускается. Для сталкера хороша позиция между пилоном и Нексусом. Оракул летит вперед, тут спорки ставятся. Пролетает кулцы в долине, достану до него королевы, до этого оракула. Ура-бам, плюс 36-41. Они, смотрите-ка, три удара даже сделали. Полетел кулцы, и вот прямо спорка проявилась, как он прилетел. Одного личинку, одного дрона забрал. Отменять надо дэмэдж этот. Кул-Ти, нажми отмену. Энергия тратится, кул-Ти забыл вообще. Вот, нажал наконец-таки. Молодец, второй оракул летает. Далее что? Далее грелочка. Правильно, на этой карте в особенности, где дропаться можно хорошо. Смотрите, прямо в оракулах точка сбора, что ли, стоит. Так, передроп собак на мэн, и как раз вот сейчас бы оверов этого сбить на передропе. Но он, блин, со скоростью его не так просто сбить будет. Вот он на мэн врывается, на второй сталкер. Зилок есть единственный здесь в проходе, можно его взять для обороны. Кул-Ти пробками собак, кстати, выпиливает. Да, варп, адептика идёт. И грелка на разогреве овера сейчас спилит очень хорошо. Молодец, кул-Ти чётко отбивается. Здесь ещё несколько собаками помогает, адептам. Ну, потеряет рабочих несколько, но это смешно. Так, здесь пару собак минуснул. Грелкой надо понимать, что оверы рядом ещё есть. Про этих он не знает, это ошибка зерга. Но про то, что тут в этом направлении овер висит, надо предполагать примерно. Кул-Ти сюда и летит, здесь, здесь проверить. Но сюда не факт, что полетит. Там просто грелку там встать. И опять чаш, опять робо. И в архивы Templara выход будет. Каракулки, собак немножечко ножок. Четвёртый, нет, сус. Ухач, еще не бросить на золоте, зерк четвёртую ставят. Чё грелочка кул-Ти зависит? Ну, ёмон. Этот юнит вначале просто весь периметр должен облететь. Как бы искать, искать, искать. Оверы ведь есть. Кул-Ти об этом не знает. Ну, блин, они обычно есть. И он это знает, что обычно держат здесь. Даже если их нет, то ничего, ну, атаки нет на него. То есть грелка не нужна и облететь, просто по стандарту поискать. Нет так нет, а есть так сбрил на халяву. Вот два овера, пожалуйста, делаются еще. Фатоночку, кстати, на майне кул-Ти запиливают. И фатоночка это может подрешать. Так, Аракул возвращается. На халяву находит кул-Ти здесь оверов. Прям в нужный какой момент, да, полетел проверять. Два овера минус здесь не видит, ничего не летит сюда. Девять гейтов я кул-Ти наблюдаю, призма будет. Нет, пока просто имуру выстроить. Стенки нет, вот это ошибка, на самом деле, со стороны кул-Ти. Что он стенку не заказывает. В эллинге пока без покатушек. Иммортал отменил или нет? А, он просто supply block, supply не хватает, лимита. Четвертый нет, с кул-Ти сейчас ставит. 122 лимита. Здесь зерк собаку приводит. Делки ее распиливают напополам. Сейчас передробанную еще на голову у Вейна будет сейчас игра, что ли. Телепортнуться кул-Ти может домой, кстати, что он и делает. Куда, на третью? Да, на третью телепортнулся. Оракуу стазисную ловушку тем временем напиливает. А в это время зелки на мэне минусуют королеву. Почти что минусуют газ. Ну, спорку не заминусуют. Они никак кул-Ти что-то законтролился здесь. Зелков кинул своих. Можно было бы и увезти их домой. Плюс 2, скоро грейд будет. Фаржа одна, но грейды делаются. На мэне есть фотонка на всякие. На второй есть фотонка. На третьей она пока не нужна. Здесь мазеркор. И вот здесь вот, да, фотоночки пригодятся. Кул-Ти даже 3 штуки делает. 72 пробки. Добыча очень хорошая будет. Надо все лишнее переводить. Вот на мэне уже лишних рабочих 4. Тут даже можно шук-6 смело переводить. Там минералы очень быстро уже кончатся. Сейчас начнут. Что он делает? Ну, кул-Ти предпочитает сначала 4-х архончиков слить, а потом уже шторм. То есть он побаивается чего-то. Как будто бы. Лучше первых-то пару, парочку хотя бы, шнуков оставил бы. Они бы накопили уже на пару штормов в атаке. Возможно. Так, очередной Аммортал выходит. Призму я не... А, призма есть. Призма Харасит, кстати, летает. Грейтер Спайр. Где он? На третьей базе кул-Ти его не может видеть. Просто сейчас этот Грейтер Спайр. Ну, лимита больше, что самое интересное. Еще один архон кул-Ти решил забить на шторм. Просто архонов намасить. В это время где призма? Максимум Спорта поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. Спасибо, Максимум Спорта. Приятно очень. Вот она, призма. Шатает кул-Ти все направления абсолютно. В это время зерк пытается вступить. Делки королеву криво очень здесь атакуют. Да, варпы хорошие идут. Сплит-Ти кул-Ти! Сплит-Ти кул-Ти! Сплита нет. Ну, столько архонов. Здесь они жирные такие. Блин, вообще жесть. Вот, наконец-то пошел сплит. Вейны вкатываются не в трех архонов, а вообще не понять, куда вкатываются. Великолепный фил, кстати, который иммортал танкует. Архон сзади в ТВ-80 на 138. Здесь дарки просто раскрашивают все вместе с зилками на мейне. Это 2-0 с пользой кул-Ти. И как-то прям вообще я бы сказал. Хорош, Денис. Молодец. Только еще бы не бэмил бы. А то как-то пока кул-Ти мы не видели, он еще более жестко это стал делать иногда. И как-то даже без изюминки я бы сказал. Спасибо всем, пацаны, за поддержку. Помните, что просьба от блоки отключать большая, подписываться на премиум и поддерживать меня и мой канал по реквизитам в описании. Либо через плеер кул-Ти из димага доиграл, то кул-Ти с димагой будет биться. А доиграл я димага. А до тебя, я проверяю. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну что, DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Интересный матч такой Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Кстати, кстати Уже представители СНГ в финале Ну что ж, это радует Как нам шар выбил какашку Аверса Собрал всю волю в кулак И еле-еле Таких госучий Забрел Уизис нам шаром там нешуточная Зарова какая-то Прямо-таки DimaTorzok DimaTorzok Сейчас прямо будет Добавил субтитры DimaTorzok Дальше Длин, у меня на Твиче Вообще название, кстати, сегодня, по-моему, не впилил Что у ГУХУСКА то у нас будет, да? Конечно же Нет, зачем Пацаны смотрят с названием Какое ей, какое придется Ладно, открыл electronically вич перепилил адаптация с призмой что ты имеешь ввиду смотря какая адаптации много вариантов есть всяких то есть есть адаптация просто робот вайлайт и глефы семь гейтов все есть адаптация хитрожопая с фаржой и глефами с плюс один там вообще от если тиран пропустил там печально все становится есть адаптация просто как я тиранов иногда адаптирую просто тупо это всем ставишь из пилона вообще там сверх ранее на такая просто адептами эти я и к ним единственный кто вообще стримит с гуф уиска ну все работает на определенном уровне руки как бы там ну важны тоже то есть и как тиранты как бы обычная ошибка тиранов когда адаптируют они заслуга просто соответственно и Ну всё, погнали, братва. Кулси против демаги. Так. Мешает это изображение? Ну часть юнитов торчит, как бы, как. Не мешает, я думаю, всё равно основную пачку юнитов не видно. Давайте пусть оно здесь будет, как бы, пока. Потом ребята доработают, как бы. Оно будет вытянуто, и вот можно будет подтекст вот сюда, например, впилить. Кстати, тексты стандартные. Позиций у меня здесь обычно, чтобы он там ничего не закрывал. А здесь тоже она ничего не помешает. в принципе. Или даже вот, например, вот здесь. как без плюс один адаптировать? Так же, как из плюс один, только без плюс один. В общем-то. Берёшь, прилетаешь, раскладываешь призму, зажимаешь х, левую кнопку мыши, быстрый варп, ну если настроен быстрый варп, конечно. Без этого никак. Так, стеночка у Кулси. Ну, Димага, конечно, поопытнее. Риски будут. Риски и риски. В онлайн-туре как зарешать две головы играть, товарищ подсказывает, что делать. Нет, если товарищ прям настырно там лепит, делай то, делай сё, это будет не очень. То есть ты должен сам заранее что делать, знать. Но! Если сидит кто-то рядом, говорит, рабочего забыл там направить, ещё что-то, мелочи какие-то говорит. Это помогает всегда. Я помню, что мы вот ещё в клубе кое играли, там, я Петрухе помню в Варкрафте там что-нибудь, там кто-то забыл здесь, ну там, подскажу. Он бывало мне подскажет, там видишь, что косячивает где-то. Ну, это, ну, это помогает на самом деле. Главное, чтобы тебя никто другой не отвлекал, потому что придётся ухо всё равно снимать одно, допустим, для этого. Ну, вообще, как бы, полная концентрация. Если ты крутой игрок, это не нужно тоже. Ну, а можно вообще, как бы, не, вот если как Аверс говорить, если игрок заведомо, как бы, слабее тебя, ты ему просто бил, говоришь, делай то, делай сё. Я вот как им и учу иногда, там, уроки, как бы, да, провожу игроков, ну, некоторых. Просто говорю, то, сё, делай. Ну, понятно, там, потом репку посмотришь, там разница, как бы, когда говоришь, что делать, он там, может, алмаз, да, допустим, какой-нибудь, алмаз, там, слабенький, там, тир-3, тир-2, да, а без этого просто золото, тир-1, там, или платины, короче, ну, разница гигантская просто. Так, минус-Овер. Призма делается, братва. Таркшрайн. Фаржа. Два гитаха. Так, какой-то не такой билд, как в предыдущей игре Укулцы, то есть, с дарками врыв. Это, кстати, билд, статсовские билды такие. Надо репку уложить будет. Как быстро варт настроить? Пацаны подскажут. В текстовике, либо в самом настройках, нужно прописать просто, короче говоря, охотки юнитов там, и потом покажу. Есть инструкция, там чел объясняет, как это сделать. Кто-нибудь все видео скинет, возможно, даже в чатике. Вот. Мне стрэндж помог. Ну, прописываешь, и просто тебе не надо жать, чтобы варпануть, например, шесть адептов шесть раз. Тебе нужно зажать кнопку адептов и просто провести мышку так чик. Они, как бы, получаются зажатой мышкой все варпануться в секунду буквально, и все. Это очень удобная тема. Так можно и штормы кидать на местность, и филды так ставить, и либераторов так раскладывать за разные расы. И там этих инфестоцеранов выкидывают, там, я не знаю, за зерби. Что-то QL-C типа контролит, а сам все поля потерял архоном. Дэмэджи много врачам нанес, конечно. Вот овер висит. Овер забирай, не надо загнаться за жестким дэмэджем. Овер халявный, пожалуйста. Взял, забрал. Что он здесь висит вообще? Все нормально. Immortal SN3. Опа. Третий Nexus при этом у QL-C уже готов, что самое интересное. 56. Рабочих больше, чем у демаги. Блин, вот у QL-C реально есть, как бы, предрасположенность, есть какой-то талант для StarCraft, особенно в макро когда-нибудь. У него есть талант, конечно, не при Гаро, но он четко достаточно развивается. Это было и в хосте, и так. Иногда с рабами перебарщивать. Иногда косяки с контролем были, но в плане эко вообще у него все четко обычно бывало. Сейчас здесь пилоны, потому что надо здесь хватило, он настоящего заблочится полностью. Летает в карасе. Второй грейд на атаку уже, прежде всего, пошел. Зерк вообще демаг без апгрейда единого сидит здесь. Четвертая хатка. О-о-о-о. Эп, ээп. Повторая хатка. Он обновил. Так, блинк делается у кульции, есть чаш уже, плюс два, грейд почти готов. Архивы темп варов и мертвых, газа шесть соток есть, шторм будет ли сразу заказан? Я ж грюм, в игре мне некогда грить, как быстрый варф настроить. Можете загуглить быстрый варф, если не терпится, по-любому найдёте, там по-русски как это делается. Можете подождать, потом я вам покажу, где и что там. Есть димага камня, выбивает четвёртая хата, есть димага 158, 151, две фотонки у кулции, но вот направление врыва. Если бы дропались бэллинги, они вот отсюда влетали бы сюда, вот здесь тоже оборону нужно выстроить какую-то. Ну, быстрым варфом удобно варпить юнитов одного типа. Ну, если у вас шесть гейтов, и ты хочешь именно два зелка и четыре сталкера варфануть, то лучше просто два зелка чик-чик два раза нажать, а потом зажать хот-кей и уже сталкера эс и варфануть. Да, как бы, шесты. Нет, можно примерно, я уже рассчитывал, каких-то много, там, зажал чик быстренько, там, варфанул несколько одних и несколько других, но там не рассчитаешь, на самом деле. Пять иммортлов у култишника, третья атака, 180, 124 полемет, здесь что-то адепты по центру гуляют, чего не гуляют-то там. Зелки, архоны выходят, чё тебе култи сверху спускать, чё култи боится-то? Шторм есть? Да, есть шторм. Демаги будут заходить? Ём, бэйны, бэйны, без покатушек у демаги вообще не заказаны. Култи зачем-то всеми с этого направления сейчас пришёл. Что он тут будет? Нет, два шторма пошло от култи. Спускается вниз, нет, чтобы с двух сторон спуститься. Нет, надо было всеми спускаться со второй, с рампы. Короче говоря, из-за этого у демаги позиция просто дичайшая, крутая, и култи просто разваливается здесь. Кстати, я задал сейчас вопросом, а гидралам 90 хп сразу даётся или после грейда? Это им уже 90 становится. Короче, на ровном месте култи что-то нагребал. Здесь 11 люркеров. В это время два архона-зелки унижают мейн здесь демаги. Вообще, кстати, унижают, это мягко сказано. Здесь давар прирост собак, здесь ничего вообще не зарешено. Так, култи спустился. Люру отменяет, один всего лишь остался. Два люркера. Всех култи отфокусил. Роучи сейчас разберёт. А на мейне как отбиться? Да никак, уже здесь походу не отбиться. 120-135 ресурсов. Что-то у култи прям немерено. Архонов демага нет, архонов выбивает демага. Два архона ещё сливаются. Призма упала. 54-76 парабам. Да, по боевому лимиту култи меньше. Но, смотрите, у демаги рабочих 50, он 18. Ну, он сейчас восстанавливает популяцию. Но люркерден минуснулся, например. И это нехорошо. Люры больше не будет. Култи уже пятый нексус ставит. У култи просто гигантский запас ресурс. Сколько гейтов у култи? 9. Этого достаточно по 18 лимита до варп. Зараз, сейчас култи быстро демагу обгонят. Просто все штурничков. А, вот 4 есть. У них энергия копится. Из этих архонов слить. Добавить сталкеров. Добавить немножко адептов. И нормально драться сейчас. Где варпы-то, я не понимаю. 9 гейтов варпа вообще нет. Там 2 зилка. То 2 зилка, то 2 штурника варпятся. Как будто это такое ощущение. Нет этих гейтов тупо у култи. Вот у нас тут и Мортал один охраняет выход. Попытка спуститься от култи. Здесь фатунки и 3 уверчажа. Там точно ничего демага не сделает. В том направлении. Так, здесь что-то чейджинги. Люркер Дэн восстанавливает демага. 130 култи. Блин, 9 гейтов. Саплай блоков нет. Где все варпы? Не пойму я. Поля делает култи сейчас. Грейт. А в сервере есть? Да, один. Он висит непонятно зачем. Вот здесь. Да, варп еще идет. Там один намедленный пилон. Варпи шлюмика варпится. Другие висе на быстрый. Здесь проход есть. Закрыть бы не мешало. Пилончикам еще один. Может фотонку сюда даже впилить. Архонов все больше и больше. Можно еще один. Или по чуть больше гейтов добавить. Чейджинга заходит. Култи просит паузу. Лаги. Не, у меня 48 вообще. Этот, как его. Пинг. Пинг замечательный. Зашли чейджинги. 9 люркеров. Димага еще пилит. Култи заходит. Куда он заходит? Что он прям по крипу попер? Надо выбивать этот крип. Где в обсерверах? Обсервера как не было, так и нет. Что-то непонятно. Култи здесь как-то гуляет, признаться честно. Люра у димаги есть в наличии. Вот она вся идет вперед. Димага копает. Култи видит, понимает, что нечего здесь ловить ему. Обсерверов подстрою. Култи нету. Обсов вообще нифига нет обсов. Как так можно? Теперь только призмы разводить. Штормить надо. Хороший шторм от Култи шел. Еще шторм. Еще штормить надо. Култи где штормы-то новенькие? Таймвар успел поставить. Ну так, проштормил всех собак. Четыре псиштурмяка отдал. Или все даже отдал. Всех отдал псиштурмяков. Обсервер так и не обнаружил он. Зато люра забежала и сразу под опса попала. Вот люркер один на дальней базе Култи. Култи делает налом. Без опса, но он просто сбривает мимо люры. Проходит 150 на 112. Ничего себе. Здесь люркер 14 пробок унизил, конечно. Но от этого толку нет никакого. Култи здесь как-то вообще все... Я не понял. Он зашел без опсервера демагу каким-то образом... Почему люра была не вкопана? Я проморгал этот момент, извините, но люра была не вкопана у демаги. Таким образом Култи просто умудрился на халяву убить демагу без опсервера, когда у него там 9 люркеров было. Хотя часть люры здесь забегания, судя по всему, было. Но это похоже на то, что Култи побеждает в первой карте. Култи уже демагу шатает, там уже шатает. Ждем следующую карту. Так, Изи-то там доиграли вообще? Что вы, Клей Изи? Ничего себе, они еще не доиграли что ли с Намшаром, я не помню. Ничего себе, офигеть просто. Все, пока демагу будем смотреть в любом случае. Прыгаю в игру. Прыгаю в игру. Прыгаю в игру. Как говорится? Прыгаю в игру. Все, пока демагу rooting. Продолжение следует... 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 Так, гейт упал, гейт упал, чарж заказан, Култси вперёд выдвигается, что у демаги? А, люркерден, линги гидраль, ура, в итоге получается. Нужно ли здесь это всю армию было показывать на одном все, я вот что-то не уверен. Даркшайн пошёл, Култси не видит, Ченджлинга сейчас идёт рядом с ним. Даже Сапсом не видно, но Сапсом тоже не видно. Годите, где видно? Но это нам видно, а ему-то не видно, Сапсом тоже. И Морклы пошли. Култси ктм билд, двух бас какой-то странный сейчас идёт. Вторая атака, чарж. Блин, ну против люрета плохо работает всё будет. Призма попёрла. Как и долго Култси копится, блин. Кажется, таким билдом в третий снег почему-то надо выходить. Две потомки инфра... Ченджлинга в Култси вообще не убивает чё-то. Где могу уже? Култси перемасил, как я вижу. Как можно не замечать, что этот юнит ходит не с твоими вместе, блин. Скултси ослепшие, блин. Так, Рубубей попёр. Димага вперёд тоже попёр сейчас. Ну тут 137, 107, нет, ну тут как-то... Так, Ара, Кул третью пожёг дронов в три штуки сейчас. Димаг заходит, Нексус отменять. Люры много. Филды так, себе Култси отступает, мучка назад. Люра закопалась. На Халде неплохо дерётся. Нексус надо отменять уже, конечно. Призму потерял. Да, потерял Призму, вот на этой гидре, видимо, залетел и отдал. Так, сейчас Апсервер димага покуснёт Мазеркор. Здесь, похоже, на 1-1 очень ситуация. Апса нет, Нексуса нет. Мазеркора отдан. Контр Хараса с Призмой просто, ну, нет возможности делать то, что Призмы нет. Ревелэйшн Култси не успел кинуть, это фейл вообще жёсткий. То есть был бы Виженс сейчас хоть. Не, 1-1. Тут я, честно говоря, не понял идеи, что именно Култси хочет сделать. Он великолепно прочитал димагу, то есть он понял, что агрессия, заблочился на мэне, но вместо того, чтобы потом выйти в третий Нексус и пушить, как бы, и была возможность уступить, поломился как-то нелепо вперёд и просто наотдавался. Надо было раньше в дестабилизаторов выйти, и чтобы третий Нексус при этом был. Так, там Дарк нарезает мне Вижена Аверсира, смотрите, Млайдис Култси тут нарезал на халяву. То есть находит такие моментики, но это поздно, поздно это уже. Так, минус пару Гидралов. Ещё пару Дарков Култси заварков. Ну, а току, что нет, никакого току. А, вот Призма здесь на мэне была, Призма минус. ГГ. Такие дела. Ну, всё равно. 1-1 и третье решающее. Видите, АПМ? 229, 298. Один разница АПМ, а у демаги на единицу больше. Чё за лол-то, Изи всё ещё не доиграли? С нам шаром, что ли? А, нет, доиграл вроде. Изи не в игре, не знаю, какой счёт. АПМ- ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АПМ- ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пью из банки... Не знаю, это подзарядка для демаги энергии или наоборот, я пью из банки и у демаги отсасывается немножечко энергию... Ведь я юзаю его под патентованную тему, получается, использую... Глглхф пишет... Култи... Демага... Глхфгг... Глхф Култи... В ответ гейт на... Нексус первый на этой карте Култи часто так играет... Изи проиграл... Жаль, что изи проиграл... Изи хаш было бы интересно... Хаш нам шар... Сейчас будет идти матч... Мы Култи смотрим... Победитель будет в другом случае... Либо с нам шаром, либо с хашем и... Победитель будет в другом случае... Продолжение следует... 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 Так, я думал, куда Фениксы-то исчезли. Я Вижен со стороны демаги поставил и думал, Фениксы просто испарились в карте. Нет, они не испарились, они просто улетели. Двух старгейтов за адептизерго. Что значит за адептизерго старгейтов? Что если построить дом кирпичный из бревен? Ну как ты думаешь, что будет тогда? Можно спросить на это, я не понимаю, про что ты говоришь вообще. Так, Арапторы летят вперёд, скорость 4.72, скорость гигантская сейчас. Демага вообще сразу на мейн Кул-Т летит. У него по 4К расстроится, лемита больше, тупо сейчас у Кул-Т забегая ничего не решит. Здесь 5 фотонок и 6-ая остается, что самое интересное. Феникс сколько там... Так, а у Феникса сколько? 5.95. Так, залетают. Карапторы будут зеленью заливать? Да, заливает демага тут в торге зеленью. Ну Кул-Т сразу же наказывают просто Карапторов штучки 3, наверное. За это попытку зеленью залить. Кареры строятся новые и новые. Нет, я конечно всё понимаю, Карапторов усилили там и т.д. и т.п. Но одними Карапторами, если в армаду в лоб не разберёшь. Дэмэдж-то им не увеличили же. Фениксов демага здесь поймал. Чё демага делали? В виде тормада просто прилетел. Чем-то зелёнку пытается лить. 4 просто Караптора минус. Так, здесь фотонки. Ухи, выводят пробочки. Одна фотонка всё остаётся. Но Лингер... Гейтс, мне не выбрать собаку одну, что я делаю. А, с двумя атаками они всё-таки. Грэйдов нет пробочек собак. Надо Кул-Т пару кареров сюда. А вот одного он-то его. Да этого достаточно. Одного карера сейчас будет. Один карер плюс одна фотонка есть. Собак поразбирал. Всё нормально. Здесь Карапторами всё пытается и пытается на стыр на демага стергиты залить. Но здесь рядом карера плюс грелки. И опять встречает демага. Отгоняем 178. 155 по лимиту. Здесь собаки врываются. Собаки опять пытаются сгрызть. Но фотонок много здесь у Кул-Т. И всё равно не сгрызть. Функционарная оборона и держат сейчас это направление. Одновременно строят спокойно. С бейнами надо такие врывы делать. С бейнов мало эффективно. Получается, что у Кул-Т есть. Один скарер, четыре грелки и мазершип. Да всё, уже лететь убивать надо. 188 лимита. Ждать нечего. Третья атака через 40 секунд будет готова. То есть пока летишь, уже доделывается. Блин, здесь столько фотонов. Чё Кул-Т летает-то взад-вперёд? Да всё же есть для пуши Кул-Т. Ну блин. Что ты сидишь? Чё ты выжидаешь-то? Так, не пойму. Так, и Кул-Т решил пул-Т. Но это самое важное. Вот тут у вас 200 лимита армады. Что же нужно сделать? Чешет репу адмирал в сраном корабле, который делает всех невидимыми. Нужно выбить Крип-Тумор и Зергу. Такова будет наша тактика действий. Стратегия в войне. Зерг без Крипа ничего видеть не будет. А мы дома сидеть будем и строить грейды просто дальше. Вот. Ну чёрт побери, Зерг же тоже 200 делает эмита. Карер, сколько у Кул-Т? 12 штук, 8 грелок. Очень сильный микс, очень сильный микс. Можно облететь спокойно на мейн сейчас, что Кул-Т и пытается сделать. А на мейне демага не ждёт Кул-Т. Это абсолютно верное решение сейчас. Ну и всё, минус мейн, пожалуйста. Атаку второго Кул-Т выбивает. На мейне полная печаль. Прилетают вайперы плюс... плюс Караптора. Инфесторы ползут, хочет переманить демага. Что он хочет переманить? Ну Мазершип хочет переманить. Но здесь есть опсы, которые спереди, между прочим, летают. Пошёл Микос. Зачем Микос-то? Вайперы зелени накидывают. Ещё один Микос. Грелки на разогреве сейчас. Ё-моё, какая зелёнка, сплится Кул-Т. Ничего себе, он не сплитит ничего. Если Кул-Т развалится, я не удивлюсь. Зелёнка слишком жёстко решает, но... Слишком здесь Карреров дофига и грелок. И Кул-Т всё равно разваливает всё нафиг. Несмотря на то, что демага пробивает лоб, кстати, играет Кул-Т. Здесь одна грелка есть, которая могла бы это всё дело отбить. Но она вперёд не идёт. Карапторов демага новых строит. Но Карреры сейчас поля отрегенят. Так, влетают новые Карапторы. Карреры с тремя атаками. Здесь одна броня всего лишь. Минус Карапторы. Ну, в общем-то, сейчас Шпиль погибнет. И броня погибнет в нём дозаказанная сейчас. Кул-Т его пока не видит. Вот сейчас заметил. Шпиль минусует. Караптор выходит. Карапторы минус сразу. Даже демага не фокусит. А здесь можно добить за пару ударов Балакареров. Всё, Грэй-Д 2-1. Брони второй не будет. Да, здесь Нексус потерял. Но три Карра строятся. Дарки делаются. И Кул-Т всё разобрал. Стоит отметить сей факт. Так. Ультралис Кеверн пытается Кул-Т там нючка понапрягать. Летит. Как же зелёнка там жёстко прошла. А? С микозом с этим. Просто жесть вообще. Ещё бы пара. Вот ещё бы одна зелёнка. Там лопнули бы Карреры от одной зелёнки. Ну, кул-Т, видимо, просто изначально он не хотел сюда лететь. Хотел на мейн полететь. Через зерга, да, получается. Шесть ультралов диманов заказывают. Это Б, безысходность. Всё, что есть из технологичных зданий, это ультралис Керн. Поэтому кроме ультралов ничего и не заказать вообще. Суицидников, заражённых тиранов, повернули бы. По 500 демонов. Ну, чтобы их построить, нужно королевы было заразить летающие из первого Старкрафта ЦЦФ. А здесь нету королевы. И вот и нет их, суицидников этих. Тут одними фатунками Кул-Т, шесть ультралов. Потому что здесь ещё Дарк есть, а они без Уверсира идут. И у них нету уникальной брони, как вы видите. Так, ультра приходит. Патонки плюс Дарк бомбят. Первый ультралис падает. Они нормально и пройти-то сюда не могут. Второй падает. Плюс Дарк, крошит ещё Сталкер. Сделком есть в это время Кул-Т, демага убивает на золоте. Получается, потери давайте врубим. Двукратное преимущество у Кул-Т против демаги. Ну, то есть он убивал больше, я имею в виду. Все, Дарк забревает ультрала. Здесь, конечно, базу сбрил демага, но это ничего ему не даёт абсолютно. Против чего? Против 13 карреров и 3 продакшн. Гэгэй, пишет демага. Кул-Си 2-1. Прямо, блин, молодец. Кул-Си, что тут и говорить. Уже демагу проблевает. Чё там хаш намшар надо посмотреть. А, никто не стримит хашу намшара, к сожалению. Так, 0-0 здесь. Чё, если мы на первую карту попадаем? Ну, что ж, смотри, Кул-Си, смотри. А, чё смотри-то. Ну, если выиграет намшар, то тогда будешь видеть, как он против против противов играет. Если выиграет хаш, то это пвп уже готовься к пвп. Вот. Погнали. Чё себе успел так? Смотрели меня, что ж, ждали, не понимаю. Я эксклюзивный сегодня стример на гоу-поиска. Жаль, что мало кто об этом знает. Там только канин есть и всё, которое ничего уже не стримит, полагаю. Погнали. 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 Так, все Сюда захожу 17-я хата Газпульщик у Намшара, у Хаша Пилон Гейт То есть стенка в этом направлении Раз-два здания получается С этого пилона, правда их не впилить сюда Либо вот сюда здание Или здесь где-то проход по центру Пока не знаю, как оно будет закрыто Здесь газик один добывается Газик-газец Да, нет, здесь целое здание Да, здесь пилон Можно будет вот так вот поставить Еще гейт и здесь все, проход Либо с этой стороны, но тогда Проход будет Я не знаю, как он будет Надо вот так-то здание Нет, с этой стороны нельзя Надо с этой ставить для более ровного Как его получается Для более ровной стенки Так, а сколько времени-то уже? Е-мое, уже пол-двенадцать Что себе Какой-то за очки Турниль, блин, и так долго идет Еще и финал Ну финал, кстати, в 3 обычно делают В этом турнике Я не знаю, как сейчас будет В этом турнике Ну что же Неофициально стримил на GoFoSK Был Иваночек Ты что пишешь? Ты смотришь из игры стрим Ну и не только на GoFoSK На турнирах от Варди На китайских турнирах Ну туда пока не попасть Вот не знаю Будет ВЦС Там, короче говоря Отборочный Получится ли туда прорываться Вопрос, конечно, открытый Пока Но палки в колеса Вставляю жестко Может быть и не получится Даже Хотя в предыдущие Разы все получалось Так, королева минус Так, ну Хашаракулом полетал Дрона убил Сделал грелку Убил одного овера Сейчас найдет второго овера Потому что вот Кстати, он не летит На стандартную позицию Вот Какого ПВП? Чтоб не было ПВП финала Надо топить за Намшара Вот А не за Хашика Пул Си в финале Пытался нагнать Смотрите, Намшар Адептов Почти что попал То есть он просто не заметил Куда они похожи Телепортнулись Выход идет Третий Нексус Кто там? Что там? Лак, есть Это не я У меня пинг 65 С пингом все в порядке Для Европы Не, ну для Европы Как бы 40 Там Нормальные Более-менее Там бывает И 40 Бывает 50 60 Плюс Это уже Такой Крым То есть Я не знаю Это уже Почти Самый крупный Что на Европе Я видел 70 Я даже И не видел Что бывало Например Все-таки Все-таки Сервера Не в России Стоят В Европе Получается Были бы где-нибудь У нас в Москве Так Пинг Было бы 10 20 Я не знаю Так Унижает Грилка Адепты Фокусить Дронов Было 4 Адепта 3 Здоровых И 1 Демеджный В мясо Но Тут 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 Вот Такой Роуч Бегает И королева Такая Можно было И двое Собаки Можно Все Это было Спокойно Убивать Абсолютно Все Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Караптеры летают чуть медленнее, чем у Талиски. Ну как, на единицу почти что-то? Ох... Мутка врывается в фениксов. Один минус. Второй минус. Третьего тоже можно минуснуть. Патонку минусует. Хаш. Ой, хашу сейчас намшар. Прошу прощения. Везде оверчажа. Просто везде оверчажа. Тамшар что-то очень долго соображает. Где же ему основной удар наносить? Зад-вперед летает. Но получал дэмэджи в итоге много. Патонку подрезает. Улетает. Фениксов тем временем уже три штуки становятся. Мутка дэмэджная в хлам регенится вся. Нужно залетать на третью базу, шатать. Либо на мейн. На третью намшар предпочитает. Как будто знает, что будет происходит. В это время... Опа! Два феникса выбивает. Грелку выбить сейчас. Мазерпор выбить сейчас. Патонку выбить сейчас. Чувствия намшар, как на ровном месте хаша расшатал. Но сказывается то, что кореец играет на евросервере. Безусловно. Он просто не успевает хаш законтролить. Феникса. В общем проблема. Феникса и минус седа. В лоб убиваю уже муталец. Комич, он боится. Ё-моё, Псиштормяков на муве сбривает. Там Карас был с зелками по ходу дела. Я видел, что хату убивал Крофс. И все это минуснул намшар легко. 70 на 170 по лимиту. Прикиньте такой переворот, как... Хаш шатал, шатал. И в итоге что произошло вообще? Ну, что, зато зеркалки может не быть. Плюс равные условия. Серверы европейские для пункти с намшаром могут быть, да, получается. И это замечательно, безусловно, всегда, когда так происходит. Последнюю вазу пошел там шатать намшар уже. Ну все, минус все. Рубок практически не осталось. Здесь ровущий вейлингов и лингов много есть. Нет, на этой неделе я, это первая моя игра на этом турнире. Ну, старый у него скилл есть какой-то. То есть, да, где-то он на предыдущей неделе игр 20-20. Хотя бы надо игр 5-10. Идеально 10 в день, это каждый день играть для меня уже даже много. Хотя бы по 5 игр играть в день, и то уже хорошо. Так, хаш против намшара. Ну что, ждем хост второго игры. Хаш намшар. Так, инвайт пошел. Спасибо намшарчику. А, считай, через хаша не мог прыгнуть. Вроде как он у меня в друзьях. Странно это даже. А, вот он, да, есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...